Это был один из крупнейших промышленных и культурных центров Белоруссии. Веселый, жиростущий город. Вот каким довелось его увидеть. В областном музее военной славы есть картина. Вызволение Гомеля 26 листопада 1943 года. Палац румянцевых паскевичев. Парк и в облаке на фоне солнечного неба. Супрасонники музея кажут, что разумеют автора. И он имкнулся передать почувствовать счастье от вызволения города. На самой справе ранеца этого дня была вельми золкой, а солнце у этого шанс года тут практически николи не бывает. Червоная армия вошла в город у 9 годин 30 хвилин. Правда, с довоенных амаль 150 тысяч жихаров убачить ту ранецу могли только 15 тысяч. Нехто находился у эвакуации. Нехто на фронте. Шматка госгамельчан угнали в Германию цезабили. Особливо жорсткими. Акупанты были у Односинах до партизан и подпольщиков. Вы видите молодую красивую женщину, связную дамановическо-партизанского отряда Марию Власенко. На ее глазах сожгли четверых ее маленьких детей, а мужа заживо закопали в землю. Фашисты требовали, чтобы она сказала, где находится партизанский отряд, кто связной, но Мария молчала. Кали 11-го Кастрышника 1943-го Червоная армия вызволила Белецу, стало зрозумело. На Шарзе – Гомель. Немецкая армия не только створила мощную обороншую линию, а лей почала масштабное знишение будынков. На сучасной улице Ленина односно целым заставался только дом коммуны. Яго заменировали, але узарвать не поспели. На Советской был сдалеку бачный будынок банка. Все остальное узарвали. Третий будынок, який захавался у центра Гомеля – так званный дом специалистов по сучасной улице Кирова. Дарыши под Гомелем немецкая армия могла трапись у еще один котел, яких после Сталинграда яны вельми боялися. З уликам, створенной еею оборончай линии, Червоная армия вырышила узять город не напрямую с Белецы, а с боку Рэшицы и Ветки. Еще некольки дзен и Гомельский котел мог бы стать реальностью. Калі акупанты гэта зразумелі, яны літеральна збеглі з города. Камандуючим фронтам Константином Константиновичем Рокоссовским было принято решение хватить Гомель с юга и с севера и вынудить их отсюда уйти. Даже когда 26 ноября Левитан объявил, что в результате обходного маневра немецкие войска вынуждены были уйти и в результате был освобожден город Гомель. Гомель став першым областным центром Беларуси, вызволенным от нацистских захопников. У гонор гэтай падзии Москва салютавала 20 залпами с 224 гармат. Гэта был другий салют у гісторы Великой Айчыны. Перший прагучал 18 листопада у сувязи с вызволением Рэшицы. У Снежній у Гомель пераяхали Центральный комитет Коммунистичной партии Беларуси, Президуум Верховного Совета и Совет Министра Украины. Раз некольки тыдня тут же у Гомеле было принято решение об одновлении народной господарки. И такая личба – замужность и героизм, проявленные у боях за вызволение Гомеля. 23 воинские формирования отрымали наименне гомельских. Пытались удержать Беларусью любой цены. Чтобы было ясно, что если Красная Армия войдет в Беларусь, значит она автоматически войдет в Германию.